Подпишись на официальный канал Александра Хакимова, чтобы найти ответы на свои вопросы. И поделись этим видео с друзьями. Давайте вернемся сейчас немножечко назад. Там звучала фраза про счастье. Что это? Счастье? Да, ведь это такое понятие, оно... В одной из ваших лекций, я слышал ее, и вот в моем случае тогда невероятные произошли инсайты, и я не мог оторваться от этой вашей лекции, потому что вы раскрывали прямо это понятие шаг за шагом. И я совершенно по-другому увидел это состояние. Вот сейчас для наших слушателей что это? Как угодно. Можно глубоко, можно в двух словах. Источник счастья для нас – это тот, кого мы любим и кто любит нас в полной степени. Это источник счастья. То есть счастье, они бывают понятия индивидуалистичные, не индивидуалистичные. Это описание взаимоотношений. Счастье – это взаимоотношения. Минимум два должны быть человека, две личности, чтобы вообще понять, познать, что такое счастье во взаимоотношениях. Либо мы видим что-то прекрасное, все равно мы должны с чем-то соприкасаться, чтобы чувствовать счастье. Это все равно взаимоотношения. Красивые горы, допустим, восход солнца. Я соприкасаюсь с природой, и вот это соприкосновение дает мне ощущение красоты и счастья. Соучастие с этой красотой, пребывание в этой красоте. Как я разговаривал с одним мрамором в Индии, о санскрите мы говорили, о языке санскрита. Он сказал, что есть в санскрите много синонимов. Красота, допустим. Есть слово, которое описывает красоту. У нас в русском есть понятие – красота. Есть тот, кто видит красоту – другое же слово. То есть красота и видящая красоту. Есть еще третье слово – тот, кто находится в красоте. И вот это счастье. Есть красота, есть видящий, есть нахождение в красоте. И как два человека, мы видим, что этот человек для меня красив, внешний и внутренний. Я вижу это. Другое дело, я начинаю общаться, взаимодействовать с этой красотой, воспринимать эту красоту, взаимность. И потом мы вместе находимся уже в общей красоте. Мы объединяем эти внутренние энергии. Как бы из всей энергии возникает. Как бы удваивается мое счастье. Соприкасаются две красоты. Возникает что-то новое в жизни. Новое какое-то качество. Это лишь пример двух, скажем, взаимодействий. Но мы взаимодействуем с целым миром. А это наука. И пока мы даже с одним человеком не можем взаимодействовать, чтобы быть счастливым толком. С трудом, да, мы видим, как это не так просто общаться в семье, с детьми, с близкими людьми. А у нас, перед нами целый мир. И это нужно научиться. И сколько счастья вокруг, говорится, океаны бездонные. На вопрос, как мы можем это воспринять. Как мы можем войти в эту красоту, в это счастье.